Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня хочу поговорить с вами на тему различных практик, техник, методик, всего того, что может улучшить нашу жизнь. Я не буду вас ни к чему склонять. Просто хочу поразмышлять на эту тему, потому что часто задают мне вопросы, что вы думаете о таком-то методе, о таком-то способе, о такой-то технологии, о таких-то стереотипах, ну, неважно. То есть существует уже известно, да, там много, там кто-то есть практики НЛП, практикую там, кто-то там методы Сильвы, какие-то еще медитации, ну, масса всего существует, там трансерфинги и прочие-прочие штуки. И, ну, есть люди, которые там что-то читают, изучают, теоретически разговаривают на это, ну, говорят, вот-вот-вот, а как относитесь вы? Я вот могу из опыта вам сказать, что относиться к чему-то, не пробуя, ну, невозможно, да, но пробовать все тоже невозможно, потому что мы, ну, получается, превращаемся в каких-то вечных пробовальщиков и, наверное, даже с какой-то точки зрения, такими, знаете, критиками мы пробуем для того, чтобы сказать, что не так. Вот, поэтому я придерживаюсь, например, следующих вещей. В какой-то момент к нам в голову попадает или в глаза, перед глазами попадает какая-то информация, о чем бы то ни было. И если сегодня эта информация, ну, мы же каждый день слушаем с вами миллион всякой информации и зачастую даже не слышим, что нам люди говорят, она проходит мимо. А на какую-то информацию мы откликаемся, начинаем об этом думать, там, да, например, услышали о какой-то интересной методике или теории, начинаем вдруг читать книжку, она у нас заходит, эта книжка, да, или там какую-то лекцию слушаем. И у нас это оседает в голове, это может, там, и нумерология, ну, все что угодно. У кого-то там гороскопы, у кого-то там звезды, у кого-то, неважно, миллион всего существует. И если мы будем бегать за каждым, кто что-то рассказывает, да, и пытаться, там, повторить или поспорить с этим, то это будет глупо. Поэтому вот я использую следующий момент. То есть если что-то в мою голову впадает, я начинаю думать, мне сегодня это близко ложится, я изучаю эту тему, да, там, читаю, слушаю об этом, получаю информацию и затем стараюсь это попрактиковать. Вот, если у меня получается практиковать, я об этом не забываю, да, я с этим начинаю жить, я себя ловлю на каких-то своих моментах мышления там, да, или там, ну, то есть осознанно то, о чем я читала и узнавала, начинаю себя на этом ловить, это говорит о том, что у меня это приживается. Если у меня это приживается, я уже могу в дальнейшем вам рассказывать об этом способе или методе, как о рабочем или не как, или как не о рабочем, да, чтобы, блин, у меня не получилось. Вообще в мире существует миллион всяких практик, и мне кажется, что когда вы, в принципе, озадачиваетесь тем, чтобы улучшить свою жизнь, это уже самая крутая практика. Когда вы используете любой инструмент с этой целью, уже ваша жизнь по-любому изменится, потому что, ну, вы как минимум на этом сосредоточены. Например, мне кажется, большинство практик, они вообще правильных, нормальных, в моем понимании правильных, они сосредоточены на том, чтобы, их главная идея такова, чтобы помочь изменить нам свое мышление, и убрав негативные программы, заменить их на позитивные. Большинство людей уже этого наслушались очень хорошо, и они живут приблизительно так. Когда их спрашиваешь, как дела, они уже не говорят, что у меня все плохо, все там рассказывают, нет, они говорят, у меня все хорошо, но при этом, например, с удовольствием впрыгивают в чужие проблемы, обсуждают чужие новости, то есть они считают, если у меня все хорошо, то говорить о плохом можно, это же не про меня. Но, например, то, что касается энергии, да, получается так, что говорим мы о чужих, о своих, еще о чьих-то проблемах, просто слушаем их в новостях, то есть если мы каким-то образом свое мышление на них переключаем, очень обидно, но у нас начинает попадать негатив. Чем больше в нас попадает негативных всяких штук, историй, ну, то есть вот этих мыслей, тем сильнее это отражается на нашей жизни, и представьте себе, чтобы какая ваша жизнь клубничная, классная не была, вот эти капельки черные, такие сильно черные, они начинают впадать в наш раствор, и, естественно, окрашивать его уже в несколько иные краски. Ну, это, если так сказать, в принципе. Поэтому для меня, например, самой большой работой, изначальной в течение многих лет было именно то, чтобы поменять программы того, что не могу, не знаю, не хочу, не умею, не получается, не дано, стерто-стерто. Вот это все мне надо было в своей голове постараться не просто заменить, а постоянно контролировать свои мысли на всех этапах. Первый шаг всегда – это осознанность, то есть тогда, когда мы начинаем понимать, что мы делаем что-то не так, что не надо было этого сейчас говорить, не надо об этом думать, то есть мы себя на этом ловим. Когда мы себя начинаем ловить, это уже очень классно, потому что это первая возможность для того, чтобы исправиться, потому что большинство вещей мы делаем неосознанно, на подсознательном своем уровне, то есть не задумываясь о том, что мы говорим. Ну, любимая наша фраза – ничего себе стерто-стерто. Вот миллиард раз ее повторяем, и как бы она, естественно, у нас оседает. Поэтому чем бы вы ни занимались, какую бы практику вы ни использовали, а какой бы практики вы ни думали, прежде всего посмотрите, приживается ли она у вас и хорошенько… Ой, тут я аварийные ситуации создаю на дорогах. Вот, и хорошенько ее, как минимум, протестите в своей голове. Так, спасибо. Вот, как минимум протестите в своей голове. Если она у вас протестится, если вы увидите, что да, это начало работать, то начните хотя бы с чего-то, а дальше уже вся информация, которую вы будете получать, и думать, типа, практиковать ли мне это, а как насчет этого, вы увидите, что в принципе все говорят об одном и том же, только дают, ну, несколько разных инструментов, может быть, несколько разных взглядов на вещи, но просто с других сторон. А в целом, ну, самое главное, повторюсь, это начать работать над своим мышлением, и понять самое главное – мир изобилен, в нем есть все. Каждый день, завершая любое поступок, допуская в голове любую мысль, мы формируем дальнейший ход событий. И все то, что у нас есть плохое, мы привели в свою жизнь сами. Все то, что у нас есть хорошее, мы привели в свою жизнь сами. Наверное, к счастью, в том числе, мы не можем прожить идеальную жизнь, которая прям все, знаете, через 500 метров поверните налево. Такие классные, такие правильные. Наверное, так не бывает. Но в то же время наша жизнь может быть гораздо радужнее, богаче, успешнее и прочее, прочее, прочее. И пусть так будет, я вам этого желаю. Надеюсь, это видео было... Поверните налево на съезд.